Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков и в этом обзоре мы подробно рассмотрим и протестируем электробритву Panasonic ESSL41. Я покажу тесты бритвы и в режиме сухого 1, 2 и 3 дневного бритья и протестируем ее в режиме влажного бритья с пеной. Бритва необычная для Panasonic, кому-то она очень хорошо подойдет, а кому-то стоит присмотреться к другим моделям. Почему детально в этом обзоре? Начнем с теста. У бритвы три сетки. Средняя сетка триммер. Благодаря этому бритва справляется даже с длинной щетиной, например трехдневной. На очень густой и длинной щетине бритва немного буксует. Традиционно замерим время бритья 1, 2 и 3 дневной щетины. Для недорогой бритвы это очень хороший результат. Чуть позже мы протестируем ее еще и во влажном режиме с пеной. А пока давайте более внимательно рассмотрим конструктив электробритвы. У бритвы необычная форма. Я бы сказал, мускулистая, спортивная. Основная аудитория такой модели, на мой взгляд, это молодежь. Яркий цвет, контрастный дизайн, интересная фактура. Бритва, кстати, выпускается в трех цветах. Центральная часть корпуса прорезинена. Специальные выпуклости повышают удобство. Большой палец не будет соскальзывать. Кнопка включения прорезинена. Для включения ее нужно сильно нажать. Ход кнопки длинный. Есть только выбор между положением бритвы включена и выключена. Повышенных оборотов для очистки тут нет. Скорость двигателя меньше, чем в других бритвах Panasonic. Вибрации двигателя заметны. Все-таки тут нет линейного мотора, который устанавливается в старшей модели. Что касается сеток и ножей, тут все отлично. Три сетки. Средняя это сетка триммер для длинных волос. Например, трехдневной щетины. По бокам сетки для короткой щетины. Сбревают волосы они очень хорошо. На обратной стороне располагается триммер. Он пригодится, если нужно подбрить виски или укоротить слишком длинную щетину. Например, недельную. Сняв верхнюю крышечку, мы увидим фирменные ножи с углом заточки в 30 градусов. Сетка и ножи служат долго, но все-таки иногда их нужно менять. Артикулы расходников я оставлю в описании под видео. Для одевания крышечки нужно сначала вставить ее в зажим с одной стороны, потом зафиксировать с другой. В остальных бритвах Panasonic эти элементы симметричны. Одним пальцем можно открыть заслонку для промывки бритвы. Чуть позже мы это протестируем. Элемент, который мне очень понравился, защитная крышечка. Она предохраняет сетки от повреждения, закрывает кнопку, чтобы избежать случайного включения бритвы и позволяет хранить бритву вертикально. Кстати, заряжается бритва тоже в вертикальном положении в док-станции, идущей в комплекте. Зарядка долгая, 8 часов. Заряда аккумулятора хватит на 21 минуту работы. Примерно 7 циклов бритья. Кстати, давайте протестируем бритву и во влажном режиме с пеной. Бритва легко скользит по коже и сбривает мою жесткую щетину. Бритье с пеной позволяет снижать раздражение кожи. Промывать бритву можно под водой. Можно использовать жидкое мыло. Для удобства промывки у бритвы нужно открыть заслонку. Подведем итог и выделим сильные и слабые стороны электробритвы Panasonic и SSL41. Плюсы. Можно сбривать любую щетину, даже длинную, поскольку есть и сетка триммер, и отдельный выдвижной триммер. Второй плюс это необычный яркий дизайн и хорошая эргономика. Третье удобная защитная крышечка, которой также можно пользоваться как подставкой. Ну и четвертое, несомненный плюс, это возможность влажного бритья и бритья с пеной, что снижает раздражение кожи. Минусы. Мотор в бритве не самый быстрый. На жесткой и густой щетине он может снижать скорость. Но для обычной щетины бритва отлично подойдет. Второй момент. Зарядка у бритвы долгая, поэтому лучше оставлять на зарядку на ночь. Если это видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Задать вопросы и поделиться своим мнением вы можете в комментариях под этим видео. Ну а узнать больше о модели бритвы ES SL41 и других электробритвов вы можете на сайте производителя и plaza panasonic.ru. Спасибо за ваше внимание.